МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа «Новины региона» у студии Катярина Градницкая. Вітаю вас и сегодня в выпуску «Глядите». КОРОВУ О ПОДАРУ НА КАТРЫМАЛА СЕМЬЯ ЗАГРА ГОРОДКА ЯСЕНЬ АСИПОВИТСКАГО РАЙОНА. АДНОВЛЕННЫЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ И ШКОЛА МОСТАЦТВАУ. У КЛИЧЕВЕ ЗВЕРШАЄЦАЯЦЯ ПОДРЫХТУУКА ДА ДАЖЫНАК. КОМФОРТНОЕ ЖИТЦЁ БОЛЬШИМ ДЛЯ ПЯТИСОТ ДАМОУ. ГАЗ ПРИШЁУ У АДДАЛІНЫЕ НАСЕЛІНЫЕ ПУНКТЫ МЫГЮЛЮЩЫНЫ. АДЗВЕЗНАЧНЫЕ ДЛЯ РАЙОНА ПАДІЯЦ БЫЛІСЯ СЮНЬЯ У КЛИЧЕВЕ. ТАК ПАСЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЮ УРАЧЫСТЫ АТКРЫЛІ БУДЫНЫК ЛИТЕРАЛЬНА ПОЛНАСТЮ АБНОУЛЮНАГА ДОМА КУЛЬТУРЫ. ЧАКАЯ СВАІХ НАВАСЕЛАУ І 32-КВАТЕРНЫЙ ДОМ. ЯГО ПАБУДАВАЛІ НА МЕСЦЫ БЫЛОГА ІНТЕРНАТА І ЗДАЛІУ ЭКСПЛАТАЦЮ НА МЕСІЦ РАНІЙ ЗАПЛАНАВАНАГА. КЛЮЧЫЙ АТ КВАТЕРУ НОВЫМ ДОМІ АТРЫМАЛІ ШЕСТЬ ШМАДІТНЫХ СЕМЬЄ У КЛИЧЕВА. ЯШЕ ТРЫ АГРЫ ГОРОДКА МОГИЛЮСКІЙ ВОБЛАСТІ ПАДКЛЮЧЫЛІ ДА ПРЫРОДНАГА ГАЗУ. І ОН ПРЫЙШОУ САМЫЕ АДДАЛІНЫЕ НАСЕЛІНЫЕ ПУНКТЫ У СХОДНЮ ГАРГІЇОНУ БАХАНЫЕ НА ПОЛЛІЕ БЯРУСКІ ХОТІМСКАГА РАЙОНА. У РАЧІСТАСЦІ С СИМВАЛІЧНЫМ ЗАПАЛІВАНІМ ФАКІЛА САБРАЛІ МНОГИХ ВЯСКОУЦАЮ. КАП ПАДКЛЮЧЕННЯ ДА ПРЫРОДНАГА ГАЗУ У ГЭТЫХ НАСЕЛІНЫХ ПУНКТАУ СТАЛА МАХЧЫМАМ, ПРАКЛАЛІ БОЛЮЗ ЗА 16 КИЛОМЕТРОВ У ГАЗОПРАВОДА. И ТЯПЕР ПЕРСПІКТЫВЫ БОЛЬШ КОМФОРТНЫХ У МАУ ЖИТЯ ОТКРЫТЫ БОЛЬШШИМ ДЛЯ ПЯТИСОТ ДАМОУ МЯСЦОВЫ ЖИХАРОВ. И ГЭТА НЕ ТОЛЬКИ ОТЯПЛЕННЯ. ДА РЕЧІ СОРАК КВАТЭР ПАСПЕЛІ ПАДКЛЮЧЫТЬ ДА АДІНЫЙ ГАЗОВАЙ СИСТЭМЫ. НА НОВЫЙ ВИД ПАЛЮВА У ПЕРСПЕКТЫВЫЙ ПЕРАВЯДУЦЬ И ВЫТВОРШИЕ ПАМЕШКАННИЕ. ЧТО ТАКОЕ БАЛЛОНЫ ТАСКАЙ, ИЛИ ТЯСАМА ДРОВА, БРЫКЕТ, И ЧТО ТАКОЕ ПРАРОДНЫЙ ГАЗ? СО ВСЕХ СТОРОН ОН ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫГОДНИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ПОТОМ ОПРАВДАЕТСЯ. Я считаю, что это большой праздник для деревни. Думаю, что этот ГАЗ даже приостановит отток молодежи, и молодежь будет остановаться. Мы ежегодно прирастаем. Примерно от 200 до 250 километров появляется новых сетей. На 3-4 тысячи абонентов становится больше. На сегодняшний день в Могилевской области 330 тысяч квартир и индивидуальных жилых домов использует вот это благо под названием природный ГАЗ. Наступным этапом у реализации державной программы газификации повинна стать подключение до природного ГАЗа поселка Татарка Осиповицкого района. Мадетная семья за агрогородка Ясень Осиповицкого района отримала у подарунок от президента Беларуси Александра Лукашенки корову. С незвычайной просьбой подарить живёлу звернулася на офицейный сайт керунника державы господиня семьи Вольга Снегир. Мауля, у них и так великая господарка. И Буронка будет доброй подмогой для семьи, где растя пятеро деток. И вот подарунок доставили у Ясень. Подручение президента документы на новую же харку господарам ручил первый наместник старшини Могилевского Аблвы Канкама Олег Чекида. Ноутбук и двухъярусный ложек стали приемными додатками до такого важкого подарунка. Семья, где пятеро детей, теперь будет заусюда со свежим молоком. Восьон сертификат. Подарунок корова-помянушцы белка, чёрно-стракатая, суточный удой 25 килограммов. За подарунок семья Снегир вельми удячна. Вот это вам подарочный. Вот это какая красота. Что может быть краше у нашей страны, чем эта фотография. Это очень ценный подарок. Мы её, конечно, передадим в администрацию президента. Дети у батьков – их головный гонор. Шесть старейшему Ваню, молодшим близнятам Максиму и Полине не мае двух. Еще двум сынам – Кириллу и Сергею, пять и три. Малые ведают, что такое вязковое житё. Господарка у семьи великая. А кроме парсюка, трусов на подворку, безлеч птушки, гуси, курица, царки и навод фазаны. Новое место жихарства худка обжила и белка. Племянную живёлу для семьи выбирали спокойную и податливую. Яна с мясцовой господарки. А как было легче доить, подарили яшей доильный аппарат. Вот такую красавицу нам доставили. Дома, что не отказала нам. Подарили такую кормилицу. Будем указывать за ней, смотреть её. Белка оказалась ящей допытливой, выросила оглядеть у весь двор. Господары её и дозволили. Свежая поветра перед вечерней дойкой только на корысть. Попробуем руками сразу. Почитаем инструкцию. Будет видно, потому что нужно что-то сделать. Почувствовать своё отношение к ней. Тут же до речи и великие стоги сена и соломы. Повинно хопить до наступной косовицы. Сельский труд, он всегда относительно непростой, но благородный. Можно в городе хорошо жить, работать. Можно и в сельской местности. На примере видим, что молодой паре нравится жить в агрогородке. Это видно по тем планам, которые они для себя определили. Это тех пять детей, ну и то хозяйство, которое они ведут. В Ольгой Снегир калисце изменила спортивную карьеру на корысть вязкового життя великой семьи. У минулым яна паспяховая легка атлетка с Бабруйску. Вучилася там у вучилищи Олимпийского резерву. Я есь Аргей Мясцовый из Ясеня. Давно працует тут тракторыстам. А у 2015 года семья праватизовала дом, який выделила Мясцовая господарка. Так что про то, как склал все лес, никто не шкадует. Это все зависит от семьи. Один никогда не сделаешь ничего. Если есть помощь, поддержка, взаимопонимание, помощь друг другу, тогда все получается. Дети – это счастье. Государство в стороне не остается. Все помогают. Белочка. Додатковым приемным сюрпризом для семьи Снегир стала тайна вина, что их белка тельная. По паунению господарцы будут шакать на початку весны. Алина Славьева, Олеся Рыбалка, Александр Тарасов. Новины региона. Пытание про экономику, цена утворения, инвестиционную деятельность можно будет задать в субботу 7-го Кастрышника. В этот день традиционную промую телефонную линию проведет наместник старшинья Белвыконкама Виктор Некрашевич. Телефоновать можно с 9 до 12 годин по номеру у Могилеве 50-18-69. Так само подчас телефонной линии можно задать пытанец и выказать зауваги по предпринимательству, заробку, занятости и гандли. У той же час промые телефонные линии продать во всех городских и районных выканавчих комитетах в области. Так, у Могилевским гарвыконками телефонование примен наместник старшини Александр Веракса, номер 42-21-02. У Бобруйским гарвыконками на пытание откажет наместник старшини Инна Ануфраева. Телефон для сувези у Бобруйску 76-21-41. Молодые и активные. Больше за 20 человек представить Могилевщину на Сусветном фестивале молодых студентов в Сочи. И он пройдет 14-го, 22-го Кастришника. У склада Могилевской делегации студенты и працовная молодь и представники сельгазпредприемства. Удельниковой фестивалю станут больше за 20 тысяч человек со 150 краин света возраст от 18 до 35-ти годов. На одной плясовце сберутся молодые лидеры молодежных и громадских организаций, журналисты, творческая спортивная молодь, молодые инженеры и айты-специалисты, предпринимальники, ученые и выкладчики ВНУ. Выставы, квесты, кирмаши солидарности, творческие майстерни, показ мод. Удельников фесту чекают джазовый фестиваль, фестиваль кино, лядовое шоу «Русский балет», майстер-классы по в уличных танцах а так само спортивные мероприемства. Наприклад, веломарафон и забег на 2017 метров. Хедлайнером церемонии открытия фестивалю станет гурт «One Republic». Солидар фестивальному руху молодежи 60 годов. Нагадаем, у першыню он пройшов у 1957 годе в Москве и стал починальником многих новаторских для того часу жанров. Именно витата дыз явилась телевикторина «Вечер веселых пытанью». Позднее она переросла у клуб веселых и знаходливых. Бронзовая скульптура Шуры Балаганова у Бабруську теперь працой не в тестовом режиме. Знакомитый персонаж Ильфа и Пятрова размауляет с гораджанами уже надейно и без боев. Механизмы одлажены, гук настроенный. При наближении до памятника включается аудиозапис. Динамик передае больше десяток цитатов с фильма «Золотое теля». Фразы про походжение великого комбинатора усім знакомые и выкликают у прохожих только усмешки и добрый настрой. Знакомитый персонаж будет размаулять круглый год. Температурные перопады не помеха. Похуль же памятник, який размауляет, большуюся гостьюля и гостей города. Я ездил в Патуре, и поэтому вот приехала, просто увидели по дороге, смотрим, надо посмотреть. Такую интересную вещь, да. Мой ребенок доволен. Она подошла, и она сразу испугалась, но потом сказала, ничего себе, первый раз вижу памятник разговаривающий. Такой персонаж должен был заговорить? Ну должен, конечно. Правильно сделали, что-то говорит. Потому что... О, видите, как. Шура Балагановна. Еще больше новин на нашем сайте. А я с вами развитываюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова